МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ-21+. В студии Татьяна Куфенко. Коротко о главных темах выпуска. Сколько весит завод? В зависимости от веса подбирается количество тележек. Оно может отходить до тысячи колесных осенек. И поднимать грузатор до 20 тысяч. В Белокаменке завершили уникальную операцию по взвешиванию первого модуля. Расскажем, как его поднимали и зачем это было нужно. В Мурманске началось возведение новой школы. Объем работ большой, сроки сжатые. Что сейчас происходит на стройплощадке и когда учреждение откроет двери? 60 лет на службе здоровья. С детьми очень приятно. Это очень благодарные пациенты. Расскажем об особенностях лечения юных пациентов и почему важно каждому находить свой подход. Ряды управляющих компаний поредели. Подавляющая масса отказов. Это как раз касается задолженности за коммунальный ресурс. Жилищники проходят перелицензирование. Кто будет присматривать за домами, чьи УК оказались не у дел. В Белокаменке собрали первый модуль плавучего завода. Полностью из российских материалов и оборудования. Сейчас его готовят к установке на платформу, которая будет производить сжиженный природный газ. Перед этим блок необходимо взвесить. Как проходит эта процедура, узнала Лада Егорова. На основании гравитационного типа должно быть 14 таких модулей. Этот отвечает за осушку и удаление ртути. Дело в том, что на заводе по производству сжиженного природного газа применяется много оборудования из алюминия. Артуть вызывает его коррозию. Этого, конечно, нельзя допустить. Этот модуль собрали полностью из российских материалов и оборудования. Впервые в Белокаменке. Санкции подтолкнули к стопроцентному импортозамещению. Оборудование и материал для изготовления воду поставили российские производители. В частности, ЧЗМК, английский монтаж конструкции, электромехоскан, угличкабель, металлкомплект М, техно-николь, ВСМЦ и другие. Прежде чем установить модуль на платформу, его необходимо взвесить. Такое огромное сооружение нельзя просто поставить на весы. Под него подвели 24 домкрата, которые поднимают конструкцию и фиксируют вес. Ход небольшой, около сантиметра. Увидеть невооруженным глазом это почти невозможно. За процессом следят с помощью специальных датчиков. Как только модуль приподнимается, трос вытягивается и считает количество оборотов. И далее передает данные в систему, где идет именно расчет количества оборотов. Ну и пересчитываются они математически уже в расстоянии. Грубо говоря, один оборотом, один миллиметр или как? Ну, давайте так скажем, да. Пусть будет так. 7200 тонн. Результат первого взвешивания. Всего их делают три, чтобы вывести среднее значение. После модуль вывозят из цеха и доставляют к основанию гравитационного типа. Он загружается на специальные самоходные тележки. И данные тележки, они универсальны. В зависимости от веса подбирается количество тележек. То есть, оно может доходить до тысячи колесных осенек. То есть, и поднимать, в принципе, грузатор до 20 тысяч. Сейчас в Белокаменке собирают вторую платформу по сжижению природного газа. Для работы одного завода необходимо три таких. Вторая линия готова к установке всех 14 модулей. Смонтированы специальные опоры и балки, с помощью которых будут загружать сюда разные функциональные блоки. Первое основание, вот оно, готово к отправке. Чтобы спустить его на воду, док, в котором оно находится, заполнят водой до уровня залива. Ограждение уберут. И на буксире завод отправится по северному морскому пути к полуострову Гыдан. Сама отправка планируется в июле-августе. И идти платформу будет примерно месяц до нужной точки. Лада Егорова, Андрей Бричко, ТВ21+. В Мурманске на жилстрое идет строительство новой школы. Она позволит разгрузить 37-ю, которая расположена неподалеку, и перевести ее на односменный режим. Какие работы сейчас проводят на участке, с какими сложностями столкнулись подрядчики, и когда планируют открыть двери новой школы, расскажем в сюжете. Последняя школа в Мурманске была построена в 1993 году на улице Сафонова. И вот спустя 30 лет вновь гремит техника, рабочие вовсю трудятся. В этом году возводят две новые школы в городе. Одна из них на улице Советская. Это сейчас здесь груды земли, песка и камней. Но уже к осени 2024 года на территории вырастет современная школа на 500 мест. Конечно, если все пойдет по графику, и на пути не возникнут преграды. Зачастую непредвиденные сложности и несоответствие проекта геологическим особенностям территории вынуждают вносить в план изменения. Сложностей серьезных нет. Есть только непрогнозируемое расположение скалы, то есть ее рельеф. Простыми словами, есть две точки, где забуривались, расстояние 50 метров. Скала идет не по прямой. В тех точках она совпадает, где геология сделана. А между ними, получается, идет проволок по скале. А по геологии берется прямая всегда. Сейчас на территории ведутся буровзрывные работы. Опасности для мурмачан они не представляют. Взрывы выполняются с применением укрытия из металлических листов. Пока двигаются ровно в тех графиках, которые разработаны и согласованы. Но мы настаиваем на ускорении работ. Конечно же, это будет современное образовательное пространство с интерактивными системами для обучения ребят. В том числе мы разгрузим 37-ю школу и уберем. Она будет работать после этого в одну смену. К слову, работа ведется и по созданию лицея в Мурманске на 800 мест. Он появится в Казарменном переулке. Элина Шигенова, Борис Савельев, ТВ21+. Кабинеты в реабилитационном центре первой детской поликлиники теперь выглядят ярко и современно. В прошлом году в помещениях завершили комплексный ремонт. Евгения Гречуха спросила у маленьких пациентов, довольны ли они обновлениями. Реабилитационный центр первой детской поликлиники принимает детей с нарушением опорно-двигательного аппарата или нервной системы. Надежда с сыном Андреем посещают его уже 4 года. С помощью процедуры справляют плоскостопие и выравнивают осанку. Маме есть с чем сравнивать. Говорит, радует и современное оборудование, и обновленные помещения. Он меняется. Сейчас очень красивый ремонт сделан. Помещения тоже изменились очень сильно. Сыну проводят физиопроцедуры, водолечение, лечебную физкультуру, массаж. Мне нравится сидеть тут, если их много. Ну, если тут людей много. А, то тут даже можно подружиться с кем? Да. В тренажерном кабинете Андрей подружился с Ваней. Занятия здесь помогают маленьким пациентам избавиться от сколиоза и остеохондроза, восстановиться после переломов и наладить мышечный тонус. Какой у тебя тренажер любимый? Ты любишь педали крутить или ходить на дорожке? Педали крутить. А устаешь? А-а. Среди гостей центра идите с более серьезными заболеваниями, например, детским церебральным параличом. Чтобы попасть на процедуры, родители должны обратиться к неврологу или ортопеду-травматологу в поликлинике по месту жительства. Специалист определит необходимость восстанавливающих мероприятий. Особенно сильно ребята любят водные процедуры. Это, например, жемчужная ванна. Пузыри жемчужинки расслабляют мышцы и успокаивают нервную систему. Занимает процедура около 10-15 минут. По окончанию лечения, если это ребенок с каким-то хроническим заболеванием, который требует регулярной реабилитации, то есть хотя бы два раза в год, они записываются уже по окончанию первого курса, они записываются снова, потому что им все нравится, и они хотят сюда возвращаться. В совокупности потрачено порядка 15 миллионов рублей на этот ремонт. Понятно, что переоснащение, материально-техническая база – это очень важно. Главное – это то, что в этом центре работают настоящие энтузиасты, люди влюбленные в свою профессию. Сочетание качественной техники и внимательных врачей дает результат. Если раньше центр посещали в среднем 500 человек, теперь 700. На этом специалисты не останавливаются. В будущем на полезные процедуры сюда смогут приезжать дети из Колы и Североморска. Евгения Гречуха, Андрей Бричко, ТВ21+. В Мурманске появятся новые детские площадки. Где они будут установлены, покажут результаты голосования жителей. Оно продолжается на портале НашСевер. Пока известны лишь два адреса. По меркам игровых комплексов площадка на Кнеповиче еще не старая. Ей всего пара лет. Но за ее реконструкцию проголосовало больше сотни человек. Поэтому совсем скоро во дворе 35-го дома появятся новые горки, качели и скамейки. Очень много таких мест в городе, где площадки уже и морально, и физически устарели. Некоторые просто развалились. Есть и такие места, где площадка в 70-х годах, когда дом сдавался, планировалась. Даже заборчик поставили. Площадку забыли по тем или иным причинам. И сейчас мы эти исторические несправедливости стараемся убрать и все поставить. Новые игровые комплексы появятся и во дворе 37-го дома на улице Старостина. Безопасное покрытие, зеленую зону и освещение обещают сделать уже в этом году. Если площадка в вашем дворе устарела и требует обновления, вы можете принять участие в голосовании до воскресенья. Сделать это можно на портале «НашСевер» или по QR-коду, который видите на экране. Да и у Скуратов Руслан Мавлютов, ТВ27+. 16 управляющих компаний региона лишат лицензии. Какие нарушения они допустили? Собираются ли оспаривать это решение? И как они смогут вернуть разрешение на работу? Узнала Мария Гусакова. В Мурманской области проходит перелицензирование управляющих компаний, которые получили разрешение 5 лет назад. В регионе их 109, однако необходимые документы предоставили только 82 управляшки. В отношении оставшейся организации проведена проверка. Для 16 из них результат – отказ в продлении лицензии. Один вообще за отсутствие квалификационного аттестата у руководителя. Это у нас благополучие из поселка Никит. Два случая у нас неразмещения в ГИЗ ЖКХ, но в основном, конечно, подавляющая масса отказов – это как раз касается задолженности за коммунальный ресурс. Управляющие компании могут устранить нарушения и подать заявление повторно. На сегодня это сделала лишь одна компания. Однако северянам опасаться за то, что их дома будут оставлены без обслуживания, не стоит. Лицензии действуют до 31 мая. У нас сформирована очень хорошая практика в регионе, вообще в северо-западе, потому что это же тоже вопрос управления домом не первый раз рассматривается. 200-я статья жилищного кодекса, мы считаем, что она действует. То есть ни одна управляющая организация не может оставить дом, бросить до момента прихода следующий. По словам профильного министра, управляющие компании, которые лишились лицензии, могут вернуться на рынок. Для этого необходимо устранить замечания и получить новое разрешение. Однако путь это непростой, поскольку организациям придется начинать с нуля. Мария Гусакова, ТВ21+. Бывшему директору Апатитской Кировской больницы грозит пять лет тюрьмы за взятку. Следствием доказано, что женщина получила 15 тысяч рублей через посредника. Исполняя обязанности главного врача, она взяла деньги за оформление электронного листа нетрудоспособности. Он содержал ложные сведения о состоянии здоровья. Уголовное дело направлено в суд. Это новости на ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Они диагностируют и оперируют самых маленьких пациентов от подростков до грудничков. Детской хирургии в Мурманске 60 лет. А соответствующее отделение детской больницы празднуют 35-летие. Сейчас в нем трудятся 10 специалистов. Они не только безукоризненно овладеют хирургическими методиками, но и хорошо разбираются в детской психологии. Андрей Пахомов в детской хирургии 35 лет. Уверен, что работа с юными пациентами требует особенного подхода. От этого зависит успешное лечение. Чтобы ребенок раскрылся, тем более больной ребенок, и может быть получить какую-то информацию о болезни, которая поможет в его лечении. В этом году детская хирургия в Мурманске отмечает 60-летие. В среднем отделение детской больницы за год помогает 2000 юных пациентов. Эта область медицины в основном занимается коррекцией пороков развития, а две трети операции – по части урологии и андрологии. К экстренным относятся гнойные заболевания кожи и органов брюшной полости, например, аппендицит. С одной стороны, с детьми сложно, потому что, как говорят многие в силу возраста, дети, не все могут пожаловаться на какие-то конкретные симптомы, боль. Но с другой стороны, с детьми очень приятно, это очень благодарные пациенты. Я чувствую в себя все хорошо, ничего не болит, заботится хорошо. 8 апреля отметят профессиональный праздник врачей нейрохирургии. Эта специальность по праву считается одной из самых сложных. Операции на головном мозге, позвоночнике, спасение человеческой жизни – для этих врачей ежедневный труд. С работой специалистов Мурманской областной больницы наблюдали журналисты ТВ-21+. Все движения предельно отточены, понимание в команде с полувзгляда. Работа нейрохирургов не случайно считается самой сложной. Опухоли головного и спинного мозга, удаление метастазов, грыжи позвоночника и тяжелые травмы. Эта работа требует ювелирной точности и колоссальных знаний. Операционный врач использует электронные оптические преобразователи, микроскопы, эндоскопы, ультразвуковую диагностику, лазерное оборудование, радиочастотное оборудование. Помимо этого, им еще приходится в операционной использовать данные магниторезонансной томографии, компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, электронейрофизиологического мониторинга. Самыми тяжелыми считаются пациенты со множественными травмами после ДТП или падения с высоты, когда одновременно врачам приходится бороться с несколькими сложными проблемами. Для помощи таким людям около года назад в Мурманской областной больнице организовали отделение сочетанной травмы. Подобных во всей стране не более десятка. Когда травма не только одной части тела, например, перелом руки или перелом конечностей, но и травма грудной клетки, травма брюшной полости, травма позвоночника, травма головного мозга, все эти пациенты аккумулируются сейчас в нашем отделении. Такая специфика позволяет максимально быстро, максимально качественно оказать помощь этому пациенту и спасти ему жизнь. В эту специальность часто идут отважные люди, которым свойственна скорость реакции, неординарное мышление и желание делать что-то на грани человеческих возможностей. А еще здесь необходима выносливость, помощь людям – дело круглосуточное. Наши операции длятся от 30 минут и до 9 часов. Самая большая моя операция была 9 часов. Оперировали мы опухоль позвоночного канала с имплантацией металлоконструкции. Оперировали 9 часов, причем не выходя из операционной. Современное оборудование, новые методики помогают врачам одолевать сложнейшие недуги. Но совершенная техника творит чудеса лишь в умилых руках. Самоотдача, любовь к своему делу и искреннее желание помочь человеку вновь обрести здоровье. Именно это заставляет врачей каждый день бросать вызов трудностям. Я хотел бы пожелать врачам-нейрохирургам, чтобы ваши пациенты всегда выписывались в удовлетворительном состоянии, с уровнем сознания по шкале комглаза в 15 баллов и безочаговой, общемозговой, неврологической симптоматике. В этой специальности часто нет готовых решений. Трудные случаи и смены, долгие операции для нейрохирургов привычные. Но видеть, как самые тяжелые пациенты, побывавшие на грани между жизнью и смертью, выздоравливают, возвращаются к жизни – самая желанная награда. Инина Морозова и Павел Третьяков, ТВ21+. В Мурманске Донстарт – региональному туру всероссийского проекта «Твой ход». Он позволяет проявить себя во многих направлениях – от волонтерской деятельности до бизнеса. Программа рассчитана на студентов вузов и уже привлекла более миллиона человек со всей страны. Конкурс реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Давайте с вами вообще пройдемся по тому, что вас ожидает. Студенты с интересом слушают представителя проекта «Твой ход». Для них участие – возможность научиться разрабатывать и защищать собственные проекты. Он объединяет 11 различных направлений, в которых ребята могут проявить себя в волонтерстве, в добровольчестве, в общественной деятельности, в креативных индустриях, в бизнесе, в управлении. На первом занятии организаторы разобрали все этапы конкурса, помогли заполнить заявки. Подать их могут все курсы, кроме выпускных. На втором студенты получат рекомендации по личностному развитию и пройдут отбор в Бродюсерский центр с дальнейшим включением в обучающие программы. В завершении участники смогут выдвинуть предложения по улучшению вуза, региона или страны. В итоге ребята собираются все в конце декабря на крупном массовом, самом массовом молодежном мероприятии страны, где подводятся итоги проекта «Твой ход», итоги других проектов, «Лидер года», «Студент года» и так далее. И в конце концов получают как раз эту вот отдушину и радость от общения друг с другом. Там же будут названы победители, которые получат премии – 1 миллион рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа, улучшение жилищных условий или путешествия. Сейчас проект «Твой ход» насчитывает более миллиона участников из 55 регионов страны. Кирилл Грепеняк, Борис Савельев, ТВ21+. Губернатор Андрей Чибис встретился с руководством и игроками мурманских хоккейных клубов. Они поделились итогами игрового сезона, рассказали о планах на будущее, обсудили развитие спортивного движения в регионе. Встреча хоккеистов с губернатором прошла в дружеской атмосфере. Игроки и руководство клуба «Арктика» задали волнующие вопросы по организации, менеджменту и рекламе. Больше всего спортсменов интересовало создание в ретикале клубного хоккея в регионе. В дополнение к существующим командам молодежной и юниорской лиги рассматривают развитие всероссийской. Мы понимаем, что те ребятишки, которые сейчас только начинают заниматься хоккеем, у них должен быть рост. Это детский хоккей, юношеский хоккей, молодежный хоккей и затем уже взрослая команда мастеров. В свою очередь глава региона поздравил команду с успешным завершением сезона, отметив яркий стиль игры и уже ставший ожидаемым выход хоккеистов в плей-офф. Отличившимся игрокам он вручил благодарственные письма и отметил руководство клуба. В чемпионате национальной молодежной хоккейной лиги заполярные спортсмены заняли 12 место благодаря 21 победе в домашних и гостевых матчах. Всего за это время Арктика провела 40 встреч. Сезон получился лично для меня удачный в плане своего личного прогресса, в плане личной статистики. Сразу после Арктики губернатор пообщался с хоккейным клубом «Мурман». В этом сезоне команда показала лучший результат с момента основания, заняв 10 место в чемпионате России по хоккею с мячом. Для нового главного тренера клуба Эдуарда Саксонова эта встреча первая. Два прошедших сезона он провел в Нижегородском клубе «Старт». Мне первое время придется познакомиться с ребятами поближе, чтобы понять их максимальный потенциал. И моя задача раскрыть их максимально, может быть, в каком-то другом качестве, чтобы они все свои лучшие качества реализовали на поле. Губернатор отметил, что важное достижение не только рекордные места в турнирной таблице, но и растущее число болельщиков на трибунах. Все больше мурмачан приобщаются к спорту и активному отдыху. В завершении встречи хоккеисты пригласили главу региона посмотреть на игры в новом сезоне. Элина Шагенова, Кирилл Грапиняк, Руслан Мавлютов, ТВ21+. Ослепительная красота и критическая нехватка кислорода – так описал восхождение на Эльбрус манчегорец Константин Никитин. Вместе с командой он отправился в спонтанную экспедицию. Ребята, я сделал это. Самая высокая гора России и Европы. Константин Никитин поднялся на вершину Эльбруса. Там он установил флаг Кольской ГМК, где трудится обжигальщиком ценных металлов. Маршрут к высоте 5700 метров он преодолел за 11 часов. Решение отправиться в экстремальное путешествие вместе с командой принял всего за несколько дней. И когда мы начали штурмовать вершину, на 5100 у меня вообще все началось. То есть это огромная нехватка кислорода. Делаешь там шесть шагов, задыхаешься, опираешься на палки. Если палок нет, идешь следорубом, падаешь на колени, чтобы отдышаться. Болит сильно голова, тошнота. Некоторые члены команды падали на снег с галлюцинациями. Но, по словам Константина, увидеть красоту скальных башен, заснеженных ущельей и долин ледниковых обвалов стоит всех усилий. В планах у Манчегорца еще много личных рекордов. Восхождение на Гималайи, прыжок с парашютом, погружение ко дну моря. Александра Пескова, ТВ21+. Почувствовать адреналин или насладиться тихим отдыхом на природе. В нашей рубрике «Афиша» расскажем о самых интересных мероприятиях Мурманской области и поможем вам распланировать предстоящие выходные. Суббота впечатлит мурманчан зрелищными гонками. В долине уюта пройдут соревнования по велосипедному спорту на фэтбайках в рамках 88-го международного традиционного праздника Севера. Выяснять, кто лучше управляет мощными велосипедами на толстых покрышках, будут участники от 14 лет. Подтягивания, приседания со штангой, выпады с гирей, прыжки, а вместе кроссфит. Состязания проведут в воскресенье в Мурманском клубе функционального многоборья. А любителей более размеренного досуга ждут 8 апреля на первенстве половы рыбы на мормышку со льда в Кандалакше. Зачета 2 – личный и командный. В программе также бурение лунок, метание валенка и перетягивание каната. Победителям вручат ценные призы и дипломы. В Манчегорске на Большой Имандре проведут супермарафон по парусному спорту. Его масштабы поражают. Виндсерферам и сноукайтерам предстоит пройти 100 километров. Желаем спортсменам выносливости и попутного ветра. Евгения Гречуха, ТВ21+. Что же это были все новости пятницы. Если вы смотрели выпуск не сначала и что-то пропустили, его всегда можно увидеть на нашем YouTube-канале, пройдя по ссылке на сайте и в соцсетях. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Не забывайте про вайберы WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидрометцентра, в Кандалакше завтра солнечно и плюс 6-8. В Умбии также тепло, плюс 5-7 и солнце. В полярных зорях ясно и около 6-ти со знаком плюс. В Апатитах теплее, плюс 6-8, переменная облачность. В Кировске осадков также не предвидится, плюс 4-6. В Кавдоре плюс 6-8, переменная облачность, местами солнце. В Мончегорске солнечно и плюс 7. В Плавозере солнце плюс 7-9. В Оленигорске выходные тоже будут солнечными и плюс 6-8 градусов. В Никеле тепло, плюс 4-6, но снег с дождем. В Заполярном также осадки и около плюс 5. В Североморске тоже не повезло, плюс 4-6 осадки. В Мурманске переменная облачность, местами снег с дождем и плюс 5 градусов. А на этом наш выпуск завершен. В студии с вами была Татьяна Куфенко. Увидимся на ТВ21+. ТВ21. 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 Редактор субтитров А.Семкин